Сегодня мы собрались в канун 79-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне у мемориала воинам-химикам, где навечно вписаны в гранит имена работников Щелковского химического завода, не вернувшихся с войны. 6 июля 1941 года на призывном пункте, который располагался тогда в клубе Щелковского химзавода, в течение суток был сформирован батальон народного ополчения. 600 добровольцев, рабочих со всех предприятий, ушли на фронт. Только 28 из 600 добровольцев в 30-й день победы в мае 1945-го. Подвиги простых добровольцев, работников заводов, учителей, врачей, заложили в будущих поколениях веру, силу и правду. Как и большинство предприятий страны, в годы войны Щелковский химзавод работал под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Многие сотрудники ушли воевать, остальные ковали победу в тылу. Я на предприятии отработала 47 лет. Мама работала, сын. И здесь высечена фамилия моего папы, который не вернулся, пропал без вести дядя. И брат родной мужа. Поэтому я здесь. 20 лет отработала начальником пионерского лагеря этого завода. И получилось, что эта работа стала моей основной. Ну и вот до пенсии я проработала здесь. Многих знаю. Здесь мои родственники. И мама работала, и отец. Так что я каждый год сюда прихожу. Меня приглашают. Я с удовольствием бываю здесь. Генеральный директор Щелкова Аграхим Салис Каракотов также поздравил всех присутствующих с Днем Победы. Он напомнил о могуществе нашей страны. Страна, которая преодолела столько войн, каждые сто лет приблизительно наша великая держава кого-нибудь побеждает. И никогда еще не было ни одной войны, которую бы Россия, российский народ, удивительно, единый в многонациональности своей, еще не было, чтобы мы склонили голову перед кем-либо. Память павших почтили минутой молчания. Завершилась церемония возложением цветов к мемориалу. Анна Наприенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.